Друзья, всем привет! Вы на канале Питомник Собак, и сегодня от нас уезжает замечательный песик, очень жаль. Это Каспер, наш чухуашка, который мы себе выбрали в разведение, который нам так полюбился. Он еще тогда был грустной собакой. Я не грустная, я скромная. Не, он, кстати, не такой уж и скромный, вполне себе самоуверенный. Не, я немножко скромный. Вот. Ну, помните, несколько дней назад мы его отсняли и буквально запостили в пару мест, в группу ВКонтакте, в Телеграм. И моментально, да, в этот же вечер нашелся человек, который сказал, что он его берет. Да. В какой город, Ян? В Сочи. В Сочи. Еще один щенок у нас. Он уже будет там завездить на югах. У нас на меня кто-то в Сочи уезжал, так что у нас большой десант в Сочи из нашего питомника. Вот. Замечательный парень, Каспер. Давайте на него посмотрим поближе. Вот как раз сейчас проявляется тот недостаток, да, язычок торчит? Ну, язычок, скажи, торчит, вываливается немного. Яна, скажи о его плюсах, чтобы люди понимали, что ты... Я знаю, что ты его считаешь практически идеальным, чихуаху, они считают... Ну, если бы не прикус, ну, смотри, какая голова красивая. Вот этот лоб высокий, как шарик, да, да. Шерсть какая богатая, да? Да, шерсть вообще шикарная. Покажи, какая шерсть. У него очень хорошая шерсть. Как у Чипа такая же. Не у всех длинношерстных такая шерсть. Ну, ладно, будет жить в Сочи, надеюсь, нам будут присылать фотки, видео. Наверняка он там освоится очень быстро. Хороший парень, золотой. А он и на вид золотой. Он засыпает. Да. Ты что, меня разбудили? Ну, вот такой красавчик. Ладно. Ян, как ты думаешь, мы сможем из Сочи увидеть счастливые фотки, где он не будет грустной собакой? Или это уже диагноз такой длиц? Не знаю. Или у него такое выражение мордочки, что поделать? Ну, да. Кази, у меня все нормально, скази, да? Да. Кази, счастливый. Когда он на улице-то бегает, он выглядит довольно счастливо. Вот. А сейчас вообще как-то грустно. Ну, ладно. Не грусти. Ты едешь в новый дом, там тебя будут любить 100%. Раз тебя нашли и хотят как можно быстрее. Раз тебе такого выбрали, красавчик. Да. Кому-то очень сильно повезло. Будет очень красивая чихуашка. Все, давай, Каспер. Хорошей тебе дороги. Друзья, доброе утро. От нас сегодня уезжает еще один щенок из помета, где папа был XL Геркулес, а мама наша Дива. Вот. Это, ну, сегодня самый яркий щенок уезжает. Он единственный блондинчик такой, светленький. Ну, как в смысле, бежевенький. Ее зовут, все называли мы гномом. Не знаю, как его уже назовут. Ян, в какой он город уезжает? Санкт-Петербург. Питер, вот. Сразу виды петербуржец, правда. Самое интересное, что этот щенок три месяца сидел, и в день, когда я его зарезервировал, его очень много людей сразу хотел зарезервировать. И очень многие расстроились, что не получилось. Ну, в общем, значит, надо быть в Санкт-Петербурге ему, да, Ян? Вот. Все хорошо. Давай сейчас моемся и едем в Питер. Касатон. Так. Давай смачиваемся. Ну, ты его уже смочил, Гоша, уже мылить можно. Так. Мылить можно, мама сказала. Я тебя смочил. Давай. Ждем. Какую? Зелененькую? Угу. Так. Хватит, хватит. Куда столько шампунь? На трех собак шампуня вылил. О, Боже. Ладно, я сейчас сяд на коленке, чтобы мне тоже не нагибался. С тобой так никогда шампуня не хватит столько выливать. Кто потратил весь шампунь? Гоша. Шампунь наносится не на собаку, а на руку. Размазывается по руке. Потом уже по собаке. А зачем ты мне так говоришь, когда я уже 10 часов помыл? Потому что ты 10 часов помыл. Ты что, на бушку тюбик тоже выливаешь? Ты сначала в ладошки жильешь, потом на голову. Ты мою бушку видела? Ну, раньше, по крайней мере. Или ты сейчас на спину сначала шампунь выдавливаешь, а потом мочалкой размазываешь. Переверни его на спину, живот потри. Давай. Видишь, спокойно же лежит. Можно перевернуть. Ты такой послушный. Ты такой... Делайте со мной, что хотите. Особенно, если гладите. Вот такой послушный малышок. Хорошо, помылись. Вот когда собака разрешает себя мыть. Это совершенно другой разговор. Все, смывает. Уже дрожать начинает холодно. Все, смываем. Смываем. Все, смываемся. Тигрулька ты наш маленький. Гномик. Лучше чуть прохватить, да? Да, Гош, ты его вообще уже смыл. Заканчивай. Ой, убежали. Кажись, какой ты красивый. Все, три секундочки и все. Хвостик. У меня камера от тебя потеет. Все. Как всегда, камера потеет. Ой. Кажется, все совсем страшно стало. Что-то вы меня запутали. Запутались, скажи, запутай. Собачка, вытирай. Ой, где ты там? Да ну ты что размазня-то такая? Ну что, ты помылся? Давай. Опа. Ой. Бьянка, как его вытирать? Он такой большой, его невозможно держать и вытирать. Ты полотенце не расправил? Все. Вытираем на полушку, потому что уже щенок большой. И на руках одновременно невозможно держать и вытирать. Очень хорошо впитывает. Это вот эта флисочка. Люди, я еду в Питер. Бьянка, а ты не ломись в дверь в соседнюю. То есть, если тебя на мою. Да, за дверью Бьянка переживает, что я кого-то нежным голосом называю. Так, ну где мы тут? Ну вот мы тут. Ну все, друзья, желаем парню самой хорошей жизни. Пока. Еду в Питер. Увидимся скоро. Присылай письма. Ты красивый. Ты нежный. Ты очень трогательный. Все таких любят. И вы любите. Я думаю, на многие полюбимчик в этом плане. Посмотрим, каким вырастет. Он так и маленький остался, да, Еда? Он самый маленький в Питере. Самый маленький в Питере. Ну все. Все. Теперь точно пока. До свидания. Друзья, привет. У нас продолжаются отправки. От нас продолжают уезжать щеночки. И сегодня от нас уезжает предпоследний щенок из помета Геркулеса и Дивы. Это вот такой замечательный мальчик номер 5. Его буквально, когда вчера зарезервировали, и сегодня он уже едет. Прямо в течение 24 часов он смог уехать сразу же. Очень удачно. Ян, в какой город он едет? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Вот. Поедет он, кстати, ребята в этот раз с компанией Пэтстур. Иногда у нас с Арменом ездят щенки. А в другой день ездят с компанией Пэтстур. Тоже очень хорошая компания. Надежная. Очень много отправок к нам сделала. У них очень большое покрытие на всю Россию. Все вопросы всегда решают так, чтобы клиенты были довольны. Вот. Ну и ты поедешь с Пэтстуром. Кстати, ссылка на компанию Пэтстур будет в первом закрепленном комментарии. Вот. Ну что, давай моем тебя. И отправляем в Питер. Так. Моемся. Не нравится парню мыться. Не нравится. Водичка теплая. Неправда. Так. Стоит. Держу за шкирку. Этот, короче, хочет убежать. Вода замечательная сегодня у нас. И не холодная, и не горячая. И щеночек у нас уже весь мокрый. Все. Все. Ты молодец. Мы тебя намочили. Теперь берем шампунь. Смотрим, какой. Да, это есть голубой. Угу. И быстренько моемся. Против шерсти не трем. Против шерсти не трем. Каждую лапку помоем. Аромат придадим. Такие большие, Янка, ты когда отправлял, все были маленькие. А на меня достали самые крупные. А потому что, скажи, скажи, мужчина. Нет, это потому что у нас помет таких больших великанов. Дива у нас великан. Ну, а геркулес так вообще, что говорить. Самая большая собака, когда-либо участвующая в работе нашего питомника. Великан. Пузо будем мыть, дашь? Нет, скажи, не дам. Так, спокойно. Возьми зеленый шампунь для лапок. Тебе этого явно не хватает. Да. В достатке вылил. Так, спокойно. Можно пузы стоя помыть. Если ему не нравится лежа. Не всем нравится лежа. Какой, как большую собаку мою. Я уже прям даже не знаю. Это точно. И не дотянуться там до конца собаки. Добавили еще немного шампуньки, чтобы лучше перенес. Потому что, таки, собака большая. И обычной дозы не хватает. Сейчас будет чистым. Но пахнет, как от тебя, как французскими духами. Очень вкусный шампунь. Ну, Гоша, ну. Ну, что, мама? Ну, поаккуратнее, пожалуйста. Ну, не задирайте им так лапы высоко. Ну, не задирайте им так лапы высоко. Короче, друзья, я уже замучился мыть этого красавца. Честно говоря, никогда так долго мы не мыли собаку. Да, почему? Потому что он большой, Ян. Почему, почему? Потому что он как три собаки. Как три обычных щенка. Сколько он весит? 10 килограмм уже? Да, 10, да. Трешь, 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 трешь. Ну, а что, иди на маму смотри и на зрителей. Голову не трогать? Нет, голову не надо трогать. Ну, что, нормально? Или ты бы лучше помыла? Ну, я всегда лучше бы сделала. Ну, все уже, чистый, наверное, можно смывать. Все, мама сказала, можно смывать тебя. Теперь ты чистый, совсем чистый. Чистый и душистый. Ой, душистый точно, прям. Это, оказывается, не тот шампунь, который я илью. Альяна, оказывается, делает там кондиционер разбавляет. Импортный какой-то. И он лучше, чем тот, который чубик. Просто чубик удобный, да? Ну, да. Ну что, смываемся. Сразу держи его. Ага. Хорошенько сполошли, чтобы шампунь не достал. А что ты его все крутишь-то? Я хочу, чтобы... Да ты подстраивайся к нему, а не он к тебе. Садись. Скажи, мне и так страшно, ты меня еще крутишь. Пласяж. Ты воздух контролируешь, палец у тебя где? Да, да, тепленько, хорошее. Ты сейчас полотенце все только замочишь. Да нет, я замочу. Нет, будешь вытаскивай. Ты фигню, как всегда, придумал какую-то. И на пол 100. Ну, конечно. Все, на земле, ты на земле. Ребята, на руках вообще не получится его держать. Только здесь. Куда ты пошел? Куда пошел, а? Куда ты пошел? Лапки надо вытереть, на полотенце его поставить. Лапки вообще не фиксируются. Ну, просто ты не умеешь фиксировать. Я, ну, он огромный. Я знаю. Ты бы сейчас сама бы так же мучилась. С животом бы я бы ничего не сделала. Там, знаешь, как мокрость текает? Знаю. Он огромный. Его невозможно вытереть. Не больше взрослого. Плюс ему не нравится, когда его неправильно в другую позу перекладывают. Ну, это многим нравится. Сухой. С полотенцем. Ой, ребята, это, короче, мучение. И для него, и для меня. Все, парниша, едет в Санкт-Петербург. Сухой, чистый, ароматный. Давай, хорошей тебе жизнью, ждем фото из Санкт-Петербурга. Пока, друзья, мы домой. Мы домой в Питер поехали. Я тоже поеду. Не, неправда, я останусь.